Здравия желаю, уважаемые братья и сестры! Сегодня у нас обогреватель для комнат небольших до 30-50 кубов. Вот он, ребята, видите? Подставка-отражатель. Здесь прорезь для забора воздуха. А сверху колпак, колпак, видите, тоже с прорезями закрывает. Для аккумуляции тепла, то есть тепло аккумулируется. Лампа 500 ватт, накаливание матовое. Лампа прогревается, ребят, до 100 градусов в течение 20 минут. Расход ноль. Применяем вот такой блок. 15 вольт, 75 ватт. Тепло идёт, ребята, отсюда 100 градусов. То есть это очень хорошая и надёжная система. Значит, на базе вечного двигателя второго рода. Косинус 3, ребята, равен 0,5. 50, видите? Вот он. То есть сколько взяли тока, столько и вернули. Прогрев 100 градусов. Колба лампы прогревается, ребят, до 100 градусов. Снутри. И вот отсюда, ребят, вот отсюда, видите, палочка сверху поднимается. Тёплый воздух поднимается. Холодный вытесняет его. И вот идёт тепловой, ребят, тепловой обмен здесь. Прогревается комната. Это БТГ. БТГ, ребята, обогреватель на вечном двигателе второго рода. Как вы видели, косинус 4 равен 0,5. Сколько взяли, столько и вернули. Как видите, нужно обязательно, ребят, для лучшей работы сделать, видите, забор воздуха снизу. Окошко. Это окошко и можно и закрыть. Тут есть сторочка. Забирается холодный воздух отсюда. И выходит наверх. Вытесняет его холодный. И сверху, и отсюда, ребят, с двух сторон. Благодаря этому, эта система может вам легко отопить помещение, небольшое, до 30-50 кубических метров. А сейчас, уважаемые братья и сестры, я покажу схему этого замечательного изделия. Как видите, оно очень легко изготовления. И каждый может его сделать. Вот оно, ребята. Пятилитровое, видите. Пятилитровый, значит, такой бачок, который аккумулирует тепло вот этой лампы. Здесь дырки. Снизу вот, видите, дырка и патрон. Здесь отражатель. И сам бачок, ребят, отражательный. То есть, в два раза усилит тепло. Хотя лампа эта, при этом варианте, она не светится, только дает тепло, как вы видите. То есть, это система только для тепла, не для освещения. Применяется, значит, блок питания 15 вольт, 75 ватт. И, как вы видели, даже без всякой регулировки, мы просто угадали 500 ватт лампы и вот такой блок. Получили косинус 0,5. То есть, подача, ребята, питания, ток, как вы знаете, я уже объяснял, создает сама лампа. Здесь тока подается, то есть, ток не подается с сети. А с сети подается условие для создания тока. То есть, плюс, здесь фаза 0, а здесь плюс и минус, разность. И вот на этой разности спираль лампы создает тепло. Тепло расширяется, значит, нагревает колбу, нагревает вот это поле, нагревает это. Вот откуда, ребята, увеличение КПД. То есть, все тепло создает сама лампа. Задача нашего, ребята, источника питания только время от времени предоставлять условия. Если лампа начинает остывать, тут снова у нас плюс-минус, снова создается. Создаем просто. Благодаря тому, что у нас напряжение низкое, мы разделили ток с сети, и лишний ток, ребята, возвращается. То есть, сколько взяли, столько вернули, как бы. Но на самом деле мы ничего не берем, а все только создаем. Это, ребята, вот такие системы можно делать на любые мощности методом масштабирования, увеличивая размеры лампы. Например, лампу можно поставить 5 киловатт, а блок питания не 75 ватт, а 750 ватт. Бачок не 5 литров, а 50 литров, и уже будет на большую комнату. Видите как. А схема, ребята, это остается. Разделение тока и аккумуляция тока. Она одна и та же. Благодарю вас за внимание, и пожелаю всем крепкого, железного, богатырского здоровья, и исполнение всех ваших желаний. Продолжение следует...